Особое мнение на 101FM Как выяснилось, у вас не только мнение по этому поводу есть, но и опыт. И начала бы я с сохранения культурного и исторического наследия. Мы рассказывали о том, что при управлении культурного наследия образован общественный совет. И у вас я хочу спросить, насколько остро этот вопрос дискутируется и насколько люди в вахрушах заинтересованы в сохранении исторического наследия. Что вы по этому поводу думаете? Ну, вопрос не праздный, потому что не очень давно вышел короткометражный фильм Павла Гнилорыбова, известного достаточно урбаниста и культуролога-историка в Российской Федерации о вахрушах. Вы его не посмотрели. Я вам рекомендую. Очень милый получился сюжет. Такие сюжеты, они просто западают в душу. И вы сказали, ну, конечно, вахрушах есть чего сохранять. У нас работала Людмила Николаевна Кушкова. Она длительное время возглавляла школьный музей. У нас есть специальное помещение, где располагается школьный музей. И несколько педагогов на протяжении десятилетий сформировали очень интересную базу документов, вещей, материалов. В свое время ребята очень активно писали различные краеведческие проекты. И из бесед с ней, насколько я знаю, очень большой интерес к вахрушам проявляли студенты тогда политеха, с которыми занималась Людмила Безверхова, преподаватель архитектуры. И она всегда подчеркивала, что вахруши очень интересный поселок. Он своего рода даже уникальный у нас на территории Кировской области, благодаря хорошо сохранившейся фабричной застройке рубежа 19-20 веков. И, насколько я знаю, она предлагала даже губернатору в то время Никите Белых продумать, потому что у нее много было идей насчет развития внутреннего туризма, продумать, может быть, вот и такой маршрут, который бы затрагивал между Кировом и Слободским вахруши. И, по ее мнению, немалое количество туристов могло бы откликнуться вот именно на такое предложение, потому что такой фабричной застройки в целом по России не так уж много. Проблема, конечно, сейчас в том, что наши учителя-краеведы, которые в 70-е, 80-е годы, особенно в 90-е годы славились по всей Кировской области, по всему региону, и в дальних деревнях были такие замечательные краеведы. Ну, время проходит, многие из них уходят на пенсию, а молодежь, которая сегодня в школу приходит, им уже не так интересно это направление. Не знаю, с чем это связано, по разным причинам. И мы вот уже в течение нескольких лет не можем найти замену человеку, который бы руководил школьным музеем. А дети скучают по этому направлению. Они в прошлом году сами, вот девятиклассники, у нас создали проект, он называется «Вспомнить всё». Суть его в том, что они стали интересоваться историей именно вахрушей, как был основан поселок, кто такие вахруши, вахрушевы. Они стали узнавать о каких-то замечательных людях, поселках, которые жили раньше или живут в настоящее время, снимать с ними сюжеты, выкладывать их в своей группе. Оно так и называется «Вспомнить всё ВКонтакте». И это одна из самых популярных групп у нас вахрушевских стало. Вот эти ролики набирают сотни просмотров, и ими интересуются просто жители поселка. То есть, конечно, запрос у жителей на эту тему есть. У жителей запрос на эту тему есть, у ребят запрос на эту тему есть. Но вот вы говорите, что возникла проблема с сохранением школьных музеев в связи с тем, что нет желающих среди вновь привыкших учителей заниматься этим вопросом. А как, на ваш взгляд, можно решать эту проблему? Я более глобально вот эту проблему обозначу, потому что она касается не только заведующих музеем. У нас сейчас активно дискутируется вопрос и активно продвигается министром образования Васильевой идея о том, что в соотношении, в структуре заработной платы соотношение должно быть 70% оклад, 30% это стимулирующая часть. Я бы хотел обратить внимание, что вот на 30%, потому что она все время подчеркивает, что в некоторых регионах вот эта стимулирующая часть, она чересчур завышена. И поэтому оклады очень маленькие, но это как несправедливо, есть какие-то перекосы в оплате труда. И она призывает к тому, чтобы оклады повышали. У нас некоторое время назад, не так давно, но эти оклады были повышены, и у нас сейчас оклад учителя, он не менее минималки, к чему она, кстати, призывает. Но у нас возник другого рода перекос. У нас в структуре заработной платы, вот, например, по школе мы сосчитали, сегодня на эту обязательную базовую часть, на окладную часть уходит 93% всего фонда оплаты труда, и только 7% остается на стимулирующие выплаты. А за счет стимулирующих выплат мы платим классное руководство, заведование кабинетами, проверку тетрадей, категории, стаж и так далее. Самое необходимое, да, вот от чего не избавиться никак. И в том числе мы платим заведующему школьным музеям за счет... и у нас этих денег сейчас не стало. То есть мы не можем и материально заинтересовать людей, потому что просто там смешные цифры остаются, да, там копейки какие-то. Мы не можем предложить людям, во-первых, нормальную оплату за это, но, может быть... А труд большой. А труд там грандиозный нужен. И там, конечно, нужен человек-энтузиаст, который будет этим гореть. Раз уходят люди, у нас говорят, незаменимых людей не бывает, но сколько я в школе работаю, я знаю, что бывают незаменимые. Для конкретных организаций бывают незаменимые люди. Вот человек ушел, и все, заменить его неким бывает. — Игорь Олин, директор средней школы Вахруших. Это его особое мнение мы слушаем. И еще один вопрос обсуждался у нас сегодня в дневном развороте. Мы говорили с представителями экспертного сообщества из проекта поддержки местных инициатив, и чиновники у нас здесь были. И прозвучало такое предложение. И, кстати, факт, даже не с предложения, а с факта начну, что в двух регионах Российской Федерации с этого года инициативное бюджетирование, проект поддержки местных инициатив распространяется своими региональными частями на детей. То есть специально выделенные школьные проекты по проекту поддержки местных инициатив. Как вы считаете, насколько это правильная идея? Те, кто ее предлагает, говорят о том, что дети таким образом узнают законодательство. С другой стороны, они понимают, как работает бюджет. С третьей стороны, они сами участвуют в разработке идеи, проходят все этапы, потому что надо ведь еще договариваться, собирать собрания и отвечать за все это. Еще один момент я бы добавил к этому списку, перечню, который сейчас вы перечислили. Там ведь еще очень весомо будет мотивационная часть. То есть детей можно заинтересовать, стимулировать и к учебной, и внеурочной деятельности. У нас в 2016 году президентом школы тогда была Элина Кробачева. Она предложила реализовать... Что такое президент школы? Ну, у нас есть своя структура школьного самоуправления, и у нас ежегодно выбирается президент школы, который руководит всей этой системой самоуправления. И с кого выбирается? Проходят выборы, как обычные выборы у нас, например, президента. Среди учителей, учеников, родителей? Кто такой президент? Голосуют у нас учителя и ученики с 5 по 11 класс, когда выбирается президент. Они со своими программами выступают. Это учитель-президент? Кто он такой? Нет, это ученик именно. Он возглавляет школьное ученическое самоуправление. И они предлагают определенные программы предвыборные. У нее была программа, построенная вокруг идеи общешкольного конкурса «Дружный класс». Конкурс проходит весь учебный год. И несколько позиций, которые отслеживаются после каждой четверти, связанные и с учебой, и со спортивной деятельностью, с различными общешкольными мероприятиями и так далее. И она думала, каким образом поощрить победителя этого конкурса. И тогда мы пообещали детям, что мы организуем для них поездку в Казань. И нам пришлось много очень сил потратить на то, чтобы средства найти. В конечном итоге при помощи родителей мы это организовали. А в будущем тоже всегда стояла задача о том, каким-то образом стимулировать вот эти классы, которые побеждают. И вот, например, в этом году мы решили использовать возможности учебной субвенции. Мы же все равно, например, приобретаем, обновляем школьную мебель или приобретаем какие-то вещи, необходимые для учебного процесса. Хотя их перечень ограниченный, конечно, но все-таки. И мы предложили победителям классам что-то для себя выбрать. То есть у нас три категории классов, три победителя, и кто-то из них, вот комплект учебной мебели мы заменили, например, в кабинете. Кому-то приобрели проектор, например, в кабинет. Ну, вот таким вот образом. То есть вот эта стимулирующая часть. Конечно, это помогает, потому что дети знают, что впереди их ждет какой-то приз. Но я также согласен со всеми этими моментами, что еще более полезно было бы организовать проект, который можно было бы назвать, пусть он будет школьной инициативой или школьный бюджет, и он может быть различного уровня, муниципального или даже регионального. Но это было бы здорово и интересно, когда ребята бы предлагали действительно проекты. Была бы какая-то сильная экспертная команда, которая бы оценивала все это. И в конечном итоге они могли бы реализовать этот проект, но на условиях того, что его профинансируют, раз они станут победителями. Ну, или там софинансирование со школой каким-то образом, это можно было бы продумать. Это было бы здорово. Вот это ведь все не игра, когда говорят о таких проектах, потому что сами проекты и народного бюджета, и ППМИ, они задумывались как проекты, которые вовлекают население в гражданскую активность, гражданскую деятельность, собственно говоря, чтобы люди понимали, как формируются бюджеты, куда уходят деньги, как они расходуются, и как их нужно распределять. И здесь, когда включается уже взрослое население, очень много проблем. И в то же время мы говорим, что у нас есть предмет общества знания, у нас есть там, у нас очень низкая финансовая грамотность, у нас очень низкая явка на выборах. Вот это все связано, на самом деле, с ощущением себя как гражданина в этой стране и с грамотностью твоей гражданской. Вот я бы хотела, чтобы вы оценили возможный такой проект, если он будет как школьный бюджет или школьная инициатива, с точки зрения как раз воспитания гражданственности с молодых лет. Он будет исключительно полезный. На мой взгляд, исключительно полезный. Потому что я могу судить по проектам и местных инициатив, и народного бюджета, так как был руководителем проекта и одного, и являюсь модератором народного бюджета в Ахрушах уже третий год. И я вижу по людям, которые участвуют в подобного рода проектах, насколько они активны, инициативны, насколько здравые мысли они высказывают, насколько они умеют договариваться и понимать интересы, и сочетать эти интересы разных групп, которые приходят. Насколько они хотят именно на благо поселка сработать. И таких людей не так уж и мало, и с каждым годом их становится больше, что приятно. И когда они, тем более, видят уже воплощенный результат, то желание становится еще больше в этом участвовать. Прервемся на полминуты. Это программа «Особое мнение». Через полминуты снова в студии с Игорем Олиным. Продолжается программа «Особое мнение». Игорь Олин, директор средней школы в Ахрушах, сегодня его высказывает. У микрофона работает Светлана Занько. И еще один вопрос, который, конечно, необходимо с вами, Игорь, обсудить. Было заявлено правительством Кировской области, что в опорных школах Кировской области появятся профильные классы. Заявил об этом Игорь Васильев на последнем заседании законодательного собрания. В вашей школе есть профильные классы? Профильные классы... Ну, профильные школы были и в советское время, физмат-школы, например. А профильные школы тоже и классы стали активно появляться в 90-е, в 2000-е годы. И сейчас, в принципе, на старшей ступени обучения, как правило, ну, в городской местности, где есть несколько параллелей, профильные классы создаются, они предпочтительнее. Хотя в сельских школах, где, например, один класс, там универсальный профиль считается. Они все профильные. Но профиль, то, о чем говорит наш губернатор, и то, что традиционно есть, это две разные вещи. Профиль традиционный, это, например, химико-биологический профиль, да, или гуманитарный профиль, или социально-экономический. Здесь речь идет не столько о профилях, сколько о профориентационных классах. И цель очень важная, что эти профориентационные классы, они будут направлять ребят специально на поступление в вузы и СУЗы этого региона, и таким образом будут способствовать тому, что дети перестанут уезжать из региона. Это, конечно, трудно решаемая задача, потому что мало это декларировать и даже мало делать, потому что подобные профориентационные классы, они, вот их задачи, вот эти задачи продекларированные, они все равно вступают в конфликт со сверхзадачей, которая у нас решается нынешней системой образования с единым государственным экзаменом. Мы столкнулись вот в этом году с подобной проблемой. Мы решили создать педагогический класс. И когда стали беседовать с родителями и учениками, мы увидели, что если мы будем его просто административным порядком создавать, мы потеряем значительную часть детей, которые просто не хотят, чтобы им навязывали такую форму, такой профиль, и просто перекочуют от нас какие-то другие учебные заведения. И мы вынуждены были найти, пойти по более мягкому варианту. Мы формируем два профильных класса, гуманитарный и социально-экономический, и в составе обоих этих классов мы делаем педагогические группы, потому что желающие все равно есть. И они будут знакомиться с психологией, педагогикой. Мы переговорили со Слободским педагогическим колледжем по вопросам сотрудничества, они нам помогут. И такие вот педагогические группы у нас будут работать в школе. Давайте начнем с того, с чего это вы решили открыть педагогические классы, педагогические группы. Значит, вот проект по опорным школам, что каждая опорная школа должна такой профориентационный класс открыть. А ваша школа опорная? Да, у нас опорная. Есть, конечно, какой-то опыт уже наработанный. Вот у нас буквально по этому вопросу было совещание несколько дней назад, и там выступали представители Амутницкой школы. Они говорили о реализации проекта, он уже реализован у них два года. Они работали с нашим вузом, опорным университетом. У них тоже был педагогический класс, но у него была интересная форма, он был сетевой. То есть в этот класс входили ребята не только одной школы, а нескольких сразу школ города Амутницка и Амутницкого района. И они занимались, видимо, когда-то дистанционно, когда-то приезжали на очные сессии, и в конечном итоге вот с помощью вуза 29 детей у них училось в таком сетевом классе, и 18 из них сейчас по выпуску, они подают заявление как раз на педагогические специальности. То есть он свою задачу решил. Там только один момент нужно уточнить. У вуза был грант, и они были заинтересованы в реализации этого гранта. Я, конечно, не думаю, что вузы захотят работать со всеми опорными школами по этому моменту. Но вот у нас есть колледж, например, они с нами хотят сотрудничать. Я думаю, что у нас здесь будет получаться. Я думаю, что это дело-то неплохое, потому что в каких-то школах аграрные классы, где-то инженерные, где-то медицинские. Но есть ли у школы хоть какая-то, вот судя по вашим словам, у школы есть всё-таки какое-то поле для творчества? То есть нет единой жёсткой нормы, как именно организовывать эти классы? Вы можете сделать какой-то выбор, самостоятельную структуру придумать или нет? Да. Вот именно сейчас это вопрос абсолютно творческий. То есть никакой заданной схемы, ещё никому даже и непонятно, как это будет работать, но это интересно, потому что цель-то вот ясна, и нужно каким-то образом выстроить механизм её достижения. И каждая школа здесь решает по-своему. Мы вот такой вариант нашли, нам кажется, что он для нас наиболее оптимальный. Вот с 1 сентября, конечно, у нас есть и запрос части детей получить подобное в будущем профессии. У нас есть запрос, чтобы наши выпускники потом пришли к нам после вуза работать, и мы тоже на этих детей ориентируемся. И я думаю, что когда в следующем году мы уже на практике будем всё это реализовывать, мы, конечно, будем этот механизм оттачивать. Это для каких возрастных групп? Мы взяли 10 класс, хотя предлагается где-то начать и раньше. Какие-то школы идут по пути 8-9 класс, там они начнут эту профориентационную работу проводить. Мы решили с 10-го начать. Если возникнут какие-то жёсткие рамки, потому что государство всегда стремится в итоге всё загнать в шаблоны, завести в какие-то жёсткие рамки и придумать единую схему. Как это может сказаться на подобном проекте? В школе невозможно выстраивать работу в каких-то вот этих жёстких рамках. Всё, что в школе и вообще в системе образования будет построено на атмосфере принуждения, это всё неработоспособно, это ничто не принесёт, никаких плодов. Поэтому мне нравится именно нынешний вариант, когда образовательным организациям, да, дали задачу, сказали, надо делать, но при этом дали большие возможности для того, чтобы самостоятельно решить, как это можно сделать. Игорь Оллин, это его особое мнение мы сейчас слушаем, директор средней школы в Ахрушах, нашей студии. По малокомплектным школам, интересно, изменилась риторика, риторика на самом высоком уровне российских властей, и Госдума, и чиновники, в том числе и министр просвещения, об этом вдруг заговорили. Сколько я себя помню, последние десятилетия, очень много общественных деятелей, директоров школ, просто жители малых населённых пунктов, отдалённых деревень, которые потихонечку уменьшаются в своём составе. Всё время говорили, что вот у нас закрывается школа одна, вторая, третья. Потом вступил в дело процесс оптимизации. Школу стали передавать на один бюджет, на другой бюджет. То есть то муниципалитет не тянет, то потом, когда передаёт на региональный уровень, регион понимает, что все школы обслуживать невозможно, потому что есть школы, где 7 человек, например, занимается, ездит 14, ездит 21. И вот этой риторикой оптимизации и, в общем, в основном, эту риторику мы слышали от властей в последнее время. Для чего и опорные школы создавались, что нужно укруплять, нужно, чтобы ребята ездили в эти школы или создавать нам возможности дистанционного образования. И вдруг председатель, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что нельзя повесить решение вопроса по малокомплектным школам только на регионы, в дотационных регионах. Расходы на них могут быть признаны нецелевыми. И сказал, что нужно заниматься этими малокомплектными школами. А потом ещё и министр просвещения госпожа Васильева заговорила о том, что малые школы должны сохраняться. Но вот только я не очень хорошо... И, кстати говоря, это было при Игоре Васильеве на Госсовете, на рабочей подгруппе, рабочей группы по госсовету, сложное такое сочетание, по образованию, где вдруг заговорили о том, что необходимо... Прямо конкретно стали говорить. Закрытие такой школы, смерть села или деревни. Оттуда уж точно начнут уезжать молодые люди. То есть прямо словами тех людей, которые жили в этих деревнях, или депутаты от этих деревень, от этих муниципалитетов, вдруг заговорили высокие чиновники. Что такое случилось, на Ваш взгляд? Ну, я думаю, что за ту четверть века, когда было закрыто 20 тысяч школ, накоплен большой опыт, и наглядно видно, что это действительно и происходило. Там, где школы закрывались, эти сёла умирали, деревни умирали. И, видимо, этот процесс решили остановить и сделать таким образом, чтобы школа была, как у нас в последнее время говорят в основном про церкви, в шаговой доступности. Что школа должна быть в шаговой доступности. Я полностью поддерживаю вот эти инициативы нашей власти. Я считаю, что Россия, страна, очень разнообразная. У нас есть города-миллионники, у нас есть небольшие города, там, малые города, так называемые. У нас есть сёла-деревни, и у нас школы должны быть совершенно разные. То есть мы не должны идти по пути создания только каких-то гигантских образовательных комплексов, по которым уйдёт Москва, например. Ну, Москва разумно их создаёт, наверное, может быть, да, они будут там давать плоды. Но нельзя создавать такие комплексы, например, в Кировской области, такой огромной по площадям. У нас должны быть и небольшие школы. И это будет здорово. У нас должен быть опыт работы и маленьких школ, и школ в малых городах, и школ в крупных городах. И пусть они будут совершенно разные. Ну, как же, Игорь, как же, мы, получается, переобуваемся прямо в воздухе. Столько усилий, столько средств было затрачено на то, чтобы изменить систему образования в сторону централизации его всё-таки и укропнений. И вдруг мы говорим о маленьких школах, сохранении школы на селе, при этом имея в виду всё то количество проблем, которые остаются всё равно. Не едут учителя на село работать, зарплаты крайне низкие, и никакие стимулирующие истории, про которые всё время говорят, миллион там, да, молодому врачу, неважно, или педагогу, они не работают. Мне кажется, ещё это связано с тем, что президент Путин как-то стал говорить о том, что Россия не должна замыкаться только в условиях крупных городов. У нас же огромная территория. А получалось, что все люди съезжались в города, и сейчас, да, как пылесос, уезжают в Москву, в Петербург, да. И у нас опустили, в запустение пришли огромные территории. У нас сельская-то Россия скукожилась. Мы сейчас говорим о том, что у нас за 4 месяца на 140 тысяч населения стало меньше опять вот в этом году. И все ведь понимают, что это угрозы. И для будущего страны нам надо развивать именно пространство российское, нам надо осваивать вот эти все заброшенные сейчас огромные поля, огромные территории, которые были нашими предками и освоены. Ну как? Я вот не могу никак понять. Представьте, вот X век. X век. Нет никаких технических средств. И вот приходят славяне и осваивают огромную территорию, там от Балтики до Черного моря, осваивают огромную территорию. Заселяют её, создают за полтора века блестящую культуру, искусство. Это наши предки. Этим надо гордиться. А мы в 21 веке всё это скукоживаем. На гордости далеко не уедешь, Игорь. Должно же быть какая-то экономическая ещё, экономическое обоснование. В 42-м году. Мне не забыть. Мы приехали в Даровской район, село Пиксур. Старинное, хорошее село. Школа построена, табличка висит. В 1942 году. Закрыто в 2007. Ну, 42-й год или 2007-й год. Когда было больше проблем? Образование – это ценность. Образование нельзя мерить только деньгами. Это ценность, и она ценность для ребёнка, который живёт в глухой деревне. И, может быть, мы вложим в эту школу, в этого ребёнка гораздо больше денег, например, чем в столичную школу, там, где большие классы и большие школы. Но... Но оттуда приедет Ломоносов. Россия не потеряет на это. Прервёмся. На этом дискуссионный вопрос. Я думаю, что ещё эта дискуссия будет продолжаться. Игорь Олин, его «Особое мнение» через полторы минуты и снова. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает директор средней школы в Ахрушах Игорь Олин. Митинги по Мородыково хотелось мне с вами обсудить. В частности, обсудить конкретный митинг, который собрал много народу по разным оценкам, от полутора до двух с половиной тысяч. Потому что кто оценивает, что люди приходили и уходили, они говорят две с половиной тысячи, кто-то говорит там поменьше. Но, тем не менее, это очень значительное собрание людей. Наверное, сравнимое только с митингом, который проходил весной по осенцам. Наверное, именно по осенцам. Я бы, наверное, не обсуждала с вами сейчас заявление, например, Алексея Кузьмина, что дербанит повестку политические партии, которые там каждый свой митинг устраивает. А все-таки обсудила историю с приглашением после митингов и по осенцам, например, и по Мородыково, которые проходили, организаторов митинга буквально в течение пары дней на прием к губернатору. Ну, открытое обсуждение, в общем, этот прием с присутствием в СМИ. И здесь есть разные полярные мнения по отношению к этому вопросу. С одной стороны, люди говорят, что губернатор молодец, он общается с людьми, он выслушивает организаторов, он совместно с ними вырабатывает какие-то действия, слышит, видит и правильно делает. С другой стороны, люди говорят, что да, он слышит, видит и таким образом приближает общественников, которые, кстати говоря, и в том другом митинге организаторы практически одни и те же, и таким образом гасит эту протестную повестку. И, в общем, это не идет на пользу прояснению вопросов. Вы какой точки зрения придерживаетесь? Может быть, какой-то третий? Мне кажется, от региональной власти немного зависит, во всяком случае, далеко не все зависит в решении существующих проблем с мусором. Я вообще не понимаю сути... С мусором или вот конкретно по Осинцам или по Мородыковым сейчас говорю? И по Осинцам сначала скажу, и по Мородыковым. Вот посмотрите, что предложено на федеральном уровне. Предложено создавать полигоны, подобные Осинскому. Раньше мусор был рассредоточен, он валялся везде, около каждого населенного пункта. Причем валялся именно. Да. Было огромное множество несанкционированных свалок. Конечно, они всем надоели. И вот предложено свалки эти закрыть и возить в определенные, на такие огромные полигоны. Но маленькая свалка с маленьким населенным пунктом, она не сказывалась. Ну, эстетически портила, конечно, но, так скажем, на здоровье населения особо не сказывалась. А огромный полигон, который мы строим, например, около Вахруши, где живет 10 тысяч населения, и, как мы видим по Ядрово, под Волоколамском, как действует этот полигон через 10 лет, когда вырываются эти свалочные газы, и сотни людей оказываются в больнице, это становится, конечно, уже достаточно страшно, почему именно таким образом надо решать проблему. И у меня всегда возникает вопрос, вот, а почему у нас вообще не развивается никакой малый бизнес? У нас что, не нашлось бы людей, которые бы стали собирать вторсырье? Если, например, нам нужно решить проблему, мы можем, например, предприниматели, которые бы стали заниматься переработкой бумаги, стекла, пластика и так далее, ну, вот освободили, например, их от уплаты налогов на 10 лет. И что, у нас бы не пришли люди и не стали бы этим заниматься, если их экономически заинтересовать? Ну, у нас почему-то вопрос решается не до конца. Вот придумали, сейчас будем сваливать вот в этом полигоне. И что мы проблему экологическую решили? Да мы еще новые проблемы породили, противостояние породили региональной власти, местной власти и население, которому не нужно, да никому не нужна свалка рядом. Но все, конечно, понимают, что если отсюда мы уберем, то мы ее кому-то там уберем, да, у них будет рядом. То есть надо искать либо безлюдные какие-то места. Я, например, сторонник того, чтобы платить за мусор еще больше. Вот сейчас многие там возмущаются, что слишком много платим за мусор, но давайте, вот лично я готов платить на 100 рублей больше, чтобы увезти эту свалку от Вахруши в какое-то место, где вообще люди не живут. Может быть, так решать проблему? И точно так же по Мородыково. Здесь вообще, мне кажется, регион спрашивать никто не будет. То есть если они приняли решение на уровне Федерации, что вот им нравится чем-то это место, и сюда они собираются возить эти все страшные отходы, в Советском Союзе это было бы настолько все засекречено, никто бы даже и не узнал, что сюда возили. Сейчас средства массовой информации, пресса тему будируют, и население в курсе. Понятно, что ни один кировчанин нормальный, в здравом уме, он не согласится, или если ему дадут выбор у нас или не у нас, так он скажет не у нас. Понятно, все будут против, чтобы нам возили всякую гадость и захоранивали здесь. Поэтому здесь для региональных властей сложная очень ситуация. С одной стороны, они должны будут выполнять распоряжения, которые в Москве издадут, с другой стороны, конечно, каким-то образом они будут стараться успокаивать население, но успокоить его будет невозможно. Вот только каким-то образом противополимать какие-то шаги, чтобы снизить эту протестную активность. Но полторы-две с половиной тысячи это ерунда все равно, на мой взгляд. Хотя для Кирова... А количество вышедших вы имеете? Для Кирова, конечно, это много, но когда я смотрю, что на концерт поп-группы выходят десятки тысяч людей, то есть на порядок больше, поэтому, я думаю, с такими настроениями людей очень высокая вероятность, что Мородыкова у нас откроют и полторы-две с половиной тысячи ничего не сделают. Мы так и будем жить с этими вредоносными отходами и пожинать плоды своей низкой гражданской активности. Игорь Ульин, это его особое мнение, вы слушаете. Еще одну тему я хочу взять. Обращаюсь сейчас к вашему посту, который вы опубликовали. Вот я сейчас вижу на портале 7 на 7 опубликован ваш пост, но нет почему-то ссылочки на ваш ЖЖ, где вы это все опубликовали. В вашем ЖЖ тоже он есть? Есть. Этот пост называется. Он «Подонки-извращенцы», в кавычках это и другое слово, пошатнули духовные скрепы сатанинской кадрилью на Тавриде. Ну, известное широко разошедшееся видео с молодежного форума Таврида, где молодые девчонки и парни изображают однополую любовь. Если говорить коротко, как обычно это там обозначается. Там девочки танцуют, они там в итоге целуются, мальчики сближаются. Я до конца не досмотрела. Обливание водой на белые футболки без белья и прочее-прочее. И пошло очень много комментариев в сети. Я эти комментарии чуть-чуть начала читать, потом закрыла. Понимая, что история очень трепетная, поскольку стали осуждать и обвинять организаторов форума Таврида в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Достаточно резкие были комментарии разные всякие. Но после этого последовали публикации, в том числе ваш пост, в ряду этих публикаций я бы назвала, которая все-таки разбирает ситуацию с разных сторон, какая она есть. Я бы не хотела сейчас перечитывать, зачитывать вслух ваш пост, но хотела бы, чтобы вы это мнение свое, которое вы здесь высказали, тоже сейчас в эфир наш дали. У меня было несколько мотивов писать. В принципе, это вроде бы ерунда. Да не сильно ерунда, Игорь. Я вот за этот год устала уже из школы слышать донесения моей дочери, что опять им говорили про какой-то там то нельзя, это нельзя. И они, кстати, говорят, чем больше борются с этим гомосексуализмом, с пропагандой, тем больше этим интересуются. Она мне тут про каких-то 55 ориентаций уже стала рассказывать. Мы такого и не знали с вами никогда. И они бы, мне кажется, не узнали. Во-первых, раздражающим фактором стал Милонов, ну, как красная тряпка для быка все его высказывания, и Рогозин. Люди, которые занимают достаточно видное положение в обществе, и когда они реагируют, причем очень грубо, называя людей подонками и тому подобным образом... Это их слова. ...и пишут в своих фейсбуках, это раздражает, потому что, ребята, занимайтесь своим делом. У нас куча проблем. У нас ракеты падают без конца у господина Рогозина. Занимайся ракетами, не обращай внимания на детей. И тут даже не дети были, там были студенты. Там были 18 плюс люди вообще. Да, 18 плюс, там были студенты. Не обращай внимания на молодежь. Это не твой вообще вопрос. И тем более оскорблять людей публично. Ну, это какая-то сверху безумие от наших чиновников. Они стали людей то шелупонью называть, то еще каким-то образом. Вот это раздражающий фактор. И у меня первое же побуждение каким-то образом выступить на стороне вот этих ребят, которых могли закидать, опять же, и закидывать начали грязью, оскорблениями, бранью. Еще привлечь могли бы к чему-нибудь. Как в свое время вот этого мальчика, Коля, несчастного, который выступил в Бундестаге, с неоднозначной речью. Поэтому у меня было желание, во-первых, выступить на их стороне, потому что надо каким-то образом попытаться понять, что они хотели донести, потому что по двухминутному эпизоду сложно это как бы судить. Насколько я понял, молодежь, она на то и молодежь, она стремится защищать какие-то категории обиженных, униженных, оскорбляемых. И с точки зрения, наверное, молодежи, в нашем обществе сегодня вот эта очень маленькая категория. Я вообще никогда в жизни не встречал. Ну, никогда. Вот в моем окружении я считаю, что это вообще надуманная проблема. Если есть такие люди, ну, мы знаем, да, там, из истории такие люди, они есть, даже очень известные, знаменитые. Они есть, Игорь, есть. Просто они никак своим существованием вам не мешали, видимо, в вашей жизни, да, чтобы вы обращались. И даже они, если есть, то никакой пропагандой они не занимаются. Если это природная их особенность, ну, да смиритесь вы с этим. Вот молодежь, вот эти студенты, они выступили в их защиту. Перестаньте кидать в них комья грязи, камни. Успокойтесь. Займитесь. У нас куча проблем, куча угроз. А заметьте еще, как меняется вот эта риторика тех же самых людей, потому что мы помним, под какую гимн практически, да, под какую песню проходила Олимпиада в Сочи. Нас не догонят. Это группа, которая на протяжении многих лет, да, собственно говоря, не пропагандировала, но провоцировала все население именно своей вот лесбийской такой, да, демонстрации. Хотя у девочки, понятно, обычная ориентация, но тем не менее они использовали это. На Олимпиаде в Сочи это гимн практически был. А сейчас вдруг, вдруг откуда-то вот такая активная риторика. Я считаю, что этот вопрос не требует такого внимания. Он требует внимания, возможно, каких-то узких специалистов в конкретных каких-то случаях без всяких истерик, без вмешательства вот этой толпы людей, которые оставляют там комментарии, которые намного страшнее, на мой взгляд, и ужаснее, чем само это видео. По своей агрессии, по степени агрессии. Спасибо. Мы на этом завершаем программу «Особое мнение». Напомню только, что пост размещен на портале 7 на 7 вы можете зайти и почитать. Игорь Олин, директор средней школы в Ахрушах. Программу вела Светлана Занько. Всем хорошего дня. Всего доброго.